Метель, заснеженная дорожной полотной, как следствие увеличенный тормозной путь. Внутренняя дорога возле гостиницы Кам утром стала местом ДТП. Нижникамин за рулем зеленый грант и совершил наезд на женщину с ребенком. Они перебегали дорогу в неположенном месте. Так как женщина с ребенком переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, скорее всего водитель просто не ожидал появления этих пешеходов на проезжей части в данный момент. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила ушибы, ребенок не пострадал. Еще один наезд случился на этой остановке накануне. Ситуация чем-то была похожа на аварию возле Камы. Вновь водитель двигался на маленькой скорости, точнее он отъезжал от остановочного павильона. И вновь участниками ДТП стали женщина и малыш. Скорее всего данный водитель просто не заметил этих пешеходов на пешеходном переходе. Так как пешеходный переход достаточно хорошо освещен. Погода вчера также была благоприятной. Вот только если в первом случае травмы получил взрослый, то в вечернем наезде пострадал 4-летний мальчик. С переломом плеча его доставили в травматологическое отделение детской больницы. Госпитализация маленькому пациенту не понадобилась. Впереди у него две недели лечения. Чем меньше ребенок, тем больше шансов на лучшее выздоровление. Поскольку детский организм немножко отличается от взрослого, кости достаточно эластичные, ломаются по типу зеленой веточки под надкостничной. То есть в том числе и срастается достаточно быстро. И последствия, в отличие от взрослых, оставляют после переломов меньше. Исключить движение в зоне повреждения. То есть этим достигается гипсовая лангета. Ну, это основа. Сотрудники ГИБДД призывают к крайней бдительности всех участников дорожного движения. Погода лишь усугубляет ситуацию. Потому пешеходам стоит чаще смотреть по сторонам. А водителям лучше сбавить скорость при приближении к переходам. Вадим Струминский, Евгений Лозаев. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова